Пришло время проверить наши знания, испытать их в бою, используя все, что мы выучили с вами – количество сочетаний, количество размещений, пермутаций, правила умножения, правила сложения. И в этом нам пригодится следующая задача, в которой будет очень много пунктов, может быть 8-10. Эта задача носит имя шары и урны или шары и ячейки. На английском ее часто называют balls and beans. Несмотря на то, что, возможно, вам кажется, задача немножко искусственной. Кто сегодня раскидывает шары по ячейкам? Может быть, те, кто играет в бильярд. Эта модель очень популярная, очень распространенная и очень применима. Она применяется и в компьютерных науках, когда речь идет, например, о хэш-функциях или о парадоксе днем рождения, а также в других областях. Поэтому, друзья мои, на эту модель ячейки и шары не смотрите на нее как искусственный пример. Это очень-очень важная модель. Задача. У нас есть шесть пронумерованных шаров, пять. Пронумерованные шары – это говорит нам о том, что шары, в принципе, разные. И у нас есть шесть пронумерованных ячейок. Это говорит нам о том, что ячейки тоже разные. Ячейка 1 отличается от ячейки 2, у них разные номера. Задача. Задача номер 1. Ее мы уже решали, но мы ее сейчас тоже решили. Сколько существует способов раскидать шары по ячейкам? Ну, что вы скажете? Я слышу два ответа. Кто-то говорит 5, 6, а кто-то говорит 6, 5. Но эти два числа не равны. Нам нужно выбрать правильный ответ. Давайте посмотрим. Решим эту задачу по этапам. Первая ячейка, первый шар, ему нужно выбрать домик. Ячейка, 6 опций. Второй шар, ему нужно выбрать домик. 6 опций, он может быть где угодно. Третий шар, третий этап, нужно выбрать ему домик. 6 опций, 6 опций, 6 опций. Правило умножения говорит нам, что надо перемножить все эти шестерки. И правильный ответ – 6 в пятой степени. Это количество способов раскидать шары по ячейкам. И это есть не что иное, как количество размещений с повторениями. Нам нужно разместить 5 объектов. Нам нужно выбрать 6 из 5, не 5 из 6. Хорошо. Вторая задача. Сколько существует способов раскидать шары по ячейкам, но ограничение новое? В каждой ячейке может быть не больше, чем один шар. То есть нам нельзя положить в одну ячейку два шара. Это нехорошо. Запрещено. Повторяю условие задачи. Сколько существует способов раскидать, различных способов раскидать шары по ячейкам так, чтобы ни в какой ячейке не было больше, чем одного шара. Или, иными словами, запрещено класть в ячейку более одного шара. Отлично. Опять же воспользуемся правилом умножения. У первой ячейки, у первого шара, извините, есть шесть вариантов выбрать ему дом, выбрать ему ячейку. Берем второй шар, выбираем ему домик. Его запрещено класть там, где лежал первый шар. Поэтому ответ 5. Берем третий шар. Его запрещено класть ту же ячейку, где был первый шар или второй. Четыре. Четвертый шар. Три. Пятый шар. Два. Это ответ. В данном случае у нас получилось шесть факториалов. В общем же случае, это A, 5 из 6, размещение без повторений. И оно равняется шесть факториалов. Делить на 6 минус 5 факториалов действительно равняется шесть факториалов. Обратите внимание, друзья, такие задачи можно решать с помощью разных подходов. Можно попытаться вспомнить готовый ответ с помощью формулы, а можно понять задачу и решить ее самостоятельно по этапам. Мне кажется, и я рекомендую вам в процессе обучения меньше прибегать к готовым формулам, если это возможно, а больше решать задачу самостоятельно, понимать структуру задачи и пытаться решить ее, вот как мы сделали по этапам. Это способствует, на мой взгляд, лучшему усвоению материалов. Поэтому я часто пользуюсь таким подходом тоже, стараясь избегать использования готовых формул, когда это можно, не всегда. Третий. Сколько существует способов раскидать шары так, чтобы все шары лежали в первой ячейке? Мы хотим, чтобы все шары лежали в первой ячейке. Сколько способов раскидать шары? Вот наши ячейки. И нам нужно, чтобы все шары лежали в первой ячейке. Все должны лежать тут. Абсолютно верно. Один способ, друзья мои. Всего лишь один способ положить все шары в первую ячейку. Продолжение следует... Продолжение следует...